В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Ненецкий округ – единственный регион, где нет зараженных коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба на 24 апреля. Накануне единственный пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус был выписан из стационара. Его тесты показали отрицательный результат. В связи со сложившейся ситуацией из-за пандемии коронавирусной инфекции Почта России перешла на измененный режим работы. Так пенсионные и социальные выплаты производятся на дому, а время обхоживания физических лиц сократилось. Учетные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные и перечни наград. В военном комиссариате Ненецкого округа идет сбор архивных данных об участниках Великой Отечественной войны. Собранные материалы будут размещены в музее Дорога памяти в Москве. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Ненецкий округ – единственный регион, где нет зараженных коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба на 24 апреля. В минувший четверг единственный пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус был выписан из стационара. Его тесты показали отрицательный результат. По состоянию на 24 апреля 2020 года на территории Ненецкого автономного округа был выявлен единственный случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время больная выписана из отделения Ненецкой окружной больницы. Все контактные по данному случаю обследованы. Это 162 человека и сняты с изоляции в установленном порядке. На сегодняшний день у нас нет больных коронавирусной инфекцией. У нас один человек находится в обсерватории и пять человек находятся на самоизоляции. На самоизоляции находятся люди, вернувшиеся из Республики Беларусь. В обсерваторе больной пневмонии работник нефтяной компании, который доставлен на Ринмар с месторождения. Тест на коронавирус у него отрицательный. Также на брифинге была отмечена эффективность мер, которые принимаются в отношении обеспечения профилактики коронавируса. В первую очередь это касается выявленного случая. Хотелось бы отдельно сказать спасибо медикам, потому что все мои первоначальные действия были выполнены медиками тем постом, который находился в аэропорту. Мы вчера, когда выезжались, еще раз в этом убедились, потому что там ведется журнал, в журнале есть запись. На момент прилета температура была 37,2. Ее перемеряли дважды и было сообщено в поликлинику и, соответственно, взят мазок и результатом было выявлено. Однако, несмотря на стабильность, расслабляться не стоит. В регионе введены и действуют до конца апреля меры повышенной готовности. А это значит, что закрытыми пока остаются детские сады, школы и среднеучебные заведения продолжают работать в дистанционном режиме. Если посмотреть динамику заболеваний по России, то можно сказать, что она отчасти стабилизируется, потому что прирост ежедневно небольшой. Соответственно, сейчас говорить о том, что кемеры принимают через неделю, через две, оно как бы не совсем корректно, потому что ситуации меняются каждый день и в зависимости от этого и будут приниматься решения. Всего в Ненецком округе снято с медицинского наблюдения 397 человек. Проведено 1028 исследований на коронавирус. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В связи со сложившейся ситуацией из-за пандемии коронавирусной инфекции Почта России перешла на измененный режим работы. Так, пенсионные и социальные выплаты производятся на дому, а время обслуживания физических лиц сократилось. Кроме того, будут предприняты меры, чтобы не допускать изменения в режим доставки почтовых отправлений. Об этом рассказал директор управления Федеральной почтовой службы по Ненецкому округу Андрей Попов. Сейчас почтовая корреспонденция доставляется внутри региона как пассажирскими бортами, так и чартерными. С начала 2020 года совершено 22 заказных рейса, перевезено 20 тысяч тонн груза. Лидер по чартерным рейсам – посёлок Индиго. 7 февраля туда совершено 4 вылета. Что касается доставки межрегиональных почтовых отправлений, то здесь произошли изменения. В рамках сложившейся обстановки часть перевозчиков останавливают рейсы, которые совершаются из Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. Но мы со стороны Почты России изменили логистическую цепочку и основное направление будем перенаправлять с Архангельска. С Архангельска как чартерные рейсы совершались, так и будут совершаться. На данный момент режим всех городских отделений, кроме центрального, сокращён с 9 до 16 часов. Что касается выплаты пенсии и социальных пособий, пока их выдают на дому. В рамках пандемии коронавирусной инфекции в данном месяце у нас были сжатые сроки по доставке пенсии. Привлекали дополнительного человека по доставке, по крайней мере, по городу, так как большой основной объём у нас идёт. Но я думаю, мы со своей задачей справились. 98% выплатили на дому. Максимально старались всё доставить, но всё-таки люди приходили, которые не знали ещё. Видимо, резко всё это началось, и информации было недостаточно. Несмотря на пандемию, в окружном отделении Почты России намерены обновлять филиальную сеть на территории округа. Это станет возможным в рамках соглашения между окружной администрацией и Почтой России, заключённым на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Мы со своей стороны проработали населённые пункты, где особо критичные, вот где плохое состояние отделения связи, и, соответственно, вышли с инициативой на администрацию округа. Сейчас, на этом году, мы, конечно, планируем приобрести так называемое модульное отделение связи, МОПСы, так называется. Да, это Великовисочный, Великовисочный, Нельминос и Харьер. Вот эти вот три населённых пункта ставим себе задачу в этом году. Все остальные переносим на следующий год. По всем вопросам, связанным с отправкой или получением почтовых отправлений, можно обращаться по телефону горячей линии по номерам 8 911 875 2301 или 8818 53 421 02. Также каждую пятницу на портале «Народный контроль» можно познакомиться с актуальной информацией, в том числе графиком рейсов. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов и Владислав Ткачёв, Телеканал Север. В настоящее время в различных источниках информации мы встречаем порой самые противоположные мнения о пользе медицинских масок для защиты от инфекции. Так, МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе. Об этом говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса. Некоторые специалисты в сфере здравоохранения заявляют о том, что носить медицинские маски должны только с заболевшей инфекцией или с подозрением на нее. А здоровым людям маски ни к чему. Так одевать ли медицинскую маску при выходе из дома на улицу или нет? Давайте разберемся. В швейной мастерской Ольги Кокориной кипит работа. Маски шьют с раннего утра и до самого вечера. Заказов много и от населения, и от организаций. Изначально мы начали вообще сотрудничать с модной штучкой. Модная штучка увидела у меня маски. И они начали заказывать для себя, для магазина на реализацию масочки. То есть сначала мы работали с ними, а потом действительно с Ненинской фармацией мы заключили договор. И отшиваем маски туда и на продажу. На пошив одной маски в среднем уходит 30 минут. В ателье уже изготовили несколько сотен средств индивидуальной защиты. Делают их из материала, приятного для носки. При этом мастерицы могут нанести любой принт. Такая незагнулась туда, не попала. Я при температуре 200 градусов. То есть это опять еще дополнительная термообработка термическая, которая убивает микробы. То есть вообще у нас много этапов получается вот этой обработки. Многоразовые маски, в отличие от фабричных одноразовых, позволяют сэкономить. Ведь их можно повторно использовать после стирки и глажки. Причем такие маски можно изготовить и своими руками. Это не сложно, тем более, что инструкциями и советами по их изготовлению пестрит интернет. Что касается дискуссий по поводу их эффективности для здорового человека. В окружном Роспотребнадзоре рекомендуют использовать маски, так как они создают дополнительный барьер для вирусов и бактерий. Маску, конечно же, нужно носить. Но мы должны понимать, где ее носить и как ее применять. Но в автобусе обязательно нужно носить маску. То есть первое правило, если вы идете в место какого-то скопления людей, то маска, она обязательно. Если вы вдруг решили погулять в лесу, то может быть она вам там и настолько нужна, поскольку там нет контактов, там нет зараженных и так далее. Места массового пользования обязательно. Обязательно нужно помнить то, что ее нужно периодически менять. Каждые 2-3 часа. То, что ее нужно правильно утилизировать. Если вы пользуетесь многоразовыми масками, то, соответственно, вы тоже их должны использовать не более 3-х часов. Затем стирать и обязательно проглаживать потом утюгом несколько раз, чтобы ваша маска была чистой, чтобы вы могли ей снова воспользоваться. Учреждение здравоохранения «Заполярье» обеспечено медицинскими масками в полном объеме. Также средствами индивидуальной защиты обеспечивают работников тех предприятий, которые в условиях режима повышенной готовности остаются на своих рабочих местах. Это обязаны сделать работодатели. В редких торговых точках Нарьинмара встречишь продавца и кассира без масок. Масками также обеспечены сотрудники полиции, волонтеры, воспитатели дежурных групп детских садов. Сегодня и телевизионщики идут на съемки только в масках и перчатках. Что касается свободной продажи медицинских масок в аптеках города, то их здесь пока нет. Что касается масок, то это, наверное, проблема всей страны. Я уже говорил об этом, что, например, если брать Россию, производство масок в стране сейчас возобновили с регистрационными удостоверениями где-то в пределах 2 миллионов. Это в сутки. Потребность медицинских организаций больше 10 миллионов. Давайте мы сперва обезопасим тех, кто лечит, именно кто в очаге находится. Это не исключает повестки того, что нужно решать вопрос по населению. И на сегодняшний день Архангельской областью Александр Атачеван Цибульским решил вопрос о поставке масок в Архангельск в большом объеме, где наша есть партия 200 тысяч масок. И сегодня через Центр развития бизнеса выделяется кредит под небольшие проценты, чтобы у нас фармация могла приобрести эти маски и чтобы они в рознице появились в ближайшее время. При носке защитных масок необходимо помнить о правилах их использования. Аккуратно наденьте маску, чтобы полностью закрыть рот и нос, и надежно закрепите, чтобы минимизировать любые промежутки между лицом и маской. Во время использования не касайтесь маски руками, снимите маску, используя соответствующую технику. То есть не касайтесь передней части, а снимайте за шнурок сзади. Меняйте маску на новую чистую сухую маску, как только она становится влажной, и не используйте повторно одноразовые маски. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Учетные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные и перечни наград. В военном комиссариате Ненинского округа ведется сбор архивных данных об участниках Великой Отечественной войны. Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России в Москве. Сегодня у каждого жителя региона есть возможность увековечить подвиг своего родственника. Как это сделать, выяснила Любовь Пермякова. Помнит о подвиге своих родственников. И жителей Ненинского округа. Почти 6 тысяч историй наших земляков уже вошли в уникальный проект «Дорога памяти», который призван сохранить историю и рассказать о тех, кто сражался за Родину. Для того, чтобы портрет вашего героя занял почетное место в крупнейшем историческом памятнике, необходимо обратиться со сведениями о родственниках, которые защищали страну на полях боев или трудились в тылу, военный комиссариат региона, расположенный по адресу город Наринмар, улица профессора Чернова, дом 7. Единственная просьба к жителям значит найти фотографии, письма с фронта, также награды. И хочу рассказать, как можно это сделать самостоятельно, а если не самостоятельно, приносить все документы в военный комиссариат. В дальнейшем документы будут направлены в Министерство обороны Российской Федерации. Они станут частью мультимедийной галереи на территории главного храма Вооруженных сил России в Москве. Это памятное место, где судьбы героев Великой Отечественной будут увековечены, а их имена навсегда запечатлены на мемориале «Дорога памяти», представляющем собой крупнейший военно-исторический памятник. Сейчас полным ходом идет строительство мультимедийного музейного комплекса в подмосковном парке «Патриот». Протяженность галереи – полтора километра или 1418 метров по количеству дней Великой Отечественной войны. Здесь на глазах у посетителей музея будут оживать кадры хроники, и каждый сможет стать участником тех боевых действий. Брестская крепость, Сталинградская битва, оборона Ленинграда, морские сражения. На территории музея будет располагаться одноименная мультимедийная диорама с фотографиями и сведениями об участниках боевых действий. Набрав нужную фамилию, вы сможете увидеть своего родного героя. Также стать участниками проекта вы сможете самостоятельно, отправив данные через интернет. Для этого необходимо зайти на сайт Министерства обороны России в разделе «Дорога памяти», заполнить анкету. Для этого потребуется внести минимальный набор данных на русском языке. Фамилия, имя, отчество, год рождения, воинское звание, награды, если имеются, и фотографии. Можно загрузить фронтовые письма. В графе «История героя» расскажите о боевом пути родственника, о его жизни до и после войны. После окончания проверки и объединения всех документов, пользователь получит письмо со ссылкой на сведенную запись. Поделитесь личной историей, которой гордится ваша семья. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Получить федеральную поддержку на хорошие дела просто. До 30 апреля на портале добро.ру принимаются заявки на юбилейный 10-й конкурс грантов добровольческих инициатив. Участие в конкурсе грантов дает возможность тиражирования проекта на другие регионы, поддержку новых партнеров и федеральных СМИ. Выбор номинаций не ограничен одинностью стандартами. В этом году добавлены такие номинации, как «Помощь животным», «Молодой душой». Это направлено на серебряное добровольчество 55+. И еще добавлена одна для нас немаловажная номинация для нашего региона. Она называется «Малая родина». Это поддержка проектов в населенных пунктах до 50 тысяч жителей населения. На этом нововведения не заканчиваются. Кроме того, что общий грантовый фонд составит 106 миллионов рублей, а гранты на развитие проектов увеличены до 2 миллионов рублей, шансы на победу увеличились. В этом году каждый человек может подать до трех проектов. Кроме этого, один проект можно подать сразу в двух номинациях. То есть один человек, получается, может подать 6 заявок. Помочь составить заявку всегда готовы в ресурсном центре поддержки. «Развитие добровольчества» по адресу город Наринмар, улица Токовылки, 2. Или обратившись по номеру телефона 601-88. Огород на подоконнике. Сейчас у любителей домашних огурцов и помидоров жаркая пора. Уход за рассадой. Домашние мини-огороды весьма популярны среди жителей региона. Ведь после длительной северной зимы хочется зелени и витаминов. Как оказалось, садоводов-любителей в нашем округе немало. Островок лето наша съемочная группа нашла у жительницы поселка Мирный. С подробностями Любовь Пермякова. Помидоры надо где-то в марте уже в конце высаживать. Перцы тоже. Перцы вот уже там высажены. Светлана Носова демонстрирует нам рассаду. Женщина признается, такой домашний огород поможет значительно сэкономить семейный бюджет. К тому же на выходе получается экологически чистый продукт. Главное – следовать рекомендациям. Подоконник должен быть утеплен с хорошим освещением. Потребуются лампы для рассады, несколько емкостей с отверстиями для дренажа, земляной субстрат хорошего качества, удобрения и семена. Кстати, благоприятные условия в уютном доме хозяйки созданы не только для овощей, но и разнообразных цветов. Вот когда начала работать в Девском саду, у нас же там были живые уголки. И поэтому мы собирали в своей группе разные цветы. Мы ходили на ренмарик цветочницам, которые разводили и брали у них отростки. Всего в цветочном саду у Светланы Иннокентьевны около 50 видов. Только фиалок – более 20 разновидностей. Они начали уже цвести. Какие-то интересные цветы я даже с отпуска привожу. Вот этот с Архангельска называется – тёщин язык. Светлана не только успешный садовод, но и талантливая рукодельница. Она шьёт народные куклы. В коллекции семьи Носовых их более 30. Есть передон солнцеворот, куклы-берегини на удачу и хороший урожай. Кстати, огород у женщины действительно богатый. Где кроме петрушки, редиса, укропа растут ягоды, многочисленные овощи и цветы. Недаром семья неоднократно становилась победителем окружных конкурсов среди огородников. Если вы по каким-либо причинам не успели посадить рассаду, не расстраивайтесь. У вас есть возможность приобрести её в тепличном комбинате «Солнышко». Рассаду овощей до 2000 кустов мы выращиваем для населения. Второй год расширили ассортимент. Если мы раньше выращивали только огурцы и помидоры, то мы сейчас населению предлагаем рассаду перца болгарского и баклажана. А химии много используется или нет? Химии как таковой минеральные удобрения используются в нужных количествах, потому что без этого просто невозможно вырастить полноценное, чтобы полностью и витамины, и микроэлементы содержали это растение. Но химии вот в таком слове, как нарицательном, нет. По словам директора тепличного комбината Галины Чебыкины, те жители, которые планируют выращивать овощи в домашних условиях и подогреваемых теплицах, могут приобрести рассаду в конце мая. А те, кто выращивает огурцы и помидоры на своих приусадебных участках, ждут за рассадой в середине июня. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...